Львы, дорогие, здравствуйте! Начинаю все прогнозы с одних и тех же слов. Мне в ближайшее время предстоит поездка. Я не знаю, получится ли мне снять прогнозы все, которые мы должны с вами делать. Возможно, удастся, и я тогда всё сделаю, конечно. Но если нет, если я где-то что-то пропущу, вы знаете, что я вернусь в любом случае. Ну, а пока я на связи здесь с вами, давайте сделаем наш традиционный еженедельный Таро-прогноз и спросим у карт, что ждёт людей под знаком Зодиака Лев с 22 по 28 марта. Опачки! Выпали карты. Мы рассмотрим их значения. Друзья мои, львы. Время перемен. Время перемен. Давайте сразу... У нас выпало сразу три карты. Три карты. Значит, смотрите. Мы будем их рассматривать сейчас вместе. У нас сегодня с вами необычный прогноз, необычная интерпретация, потому что выпали карты, которые очень чётко указывают на конкретные вещи. Во-первых, аркан Луна. Карта, которая выпала случайно, ещё и рубашка вверх. Луна говорит нам о том, что есть какие-то вещи, которые от вас скрывают. То есть какое-то ваше окружение скрывает от вас какую-то информацию. Это может быть что-то важное, что-то нет, но Луна всегда говорит о том, что вы не владеете полной картиной мира, потому что кто-то скрывает какую-то от вас информацию. Это первое. Второе. У вас могут быть иллюзии на тему чего-либо. Это может быть и отношение, это может быть и работа. Есть какие-то иллюзии, и это потому, что вас вводят в заблуждение в данном случае по этому аркану. Что отсюда следует? Отсюда следует то, что вы не владеете полной картиной мира, и вы не можете на сегодняшний момент принять окончательное правильное решение, потому что вам известно не всё. Но выход есть. Вам нужно переключиться. То есть самое важное здесь что? Вот вы понимаете, в какой сфере у вас что-то не ладится. Предположим, это семья. Вот допустим, ну давайте не семья, а отношения. В отношениях с любимым человеком у вас не ладится. Что как бы мы делаем обычно? Мы пытаемся раскопать, нарыть, что здесь не так. Обычно обвиняя партнёра, обычно не мы виноваты ни в чём, естественно, а партнёр виноват, но мы пытаемся что-то поменять, что-то изменить. В данном случае вам на этой неделе нужно переключиться с этого. Вот прям уйти оттуда, не направлять туда энергию. Лучше всего вам переключиться на работу и на зарабатывание денег. Очень удачные карты, вместе они выпадают, говорят о том, что если вы сейчас всю энергию, всё внимание направите туда, вам придут большие деньги, это принесёт вам плоды. Вам будет нелегко, имея неприятности в одной сфере, переключаться на другую. Вам будет нелегко, потому что на работе, зарабатывая деньги, вы будете всё время мысленно возвращаться к тем неприятностям. Но это будет единственный способ переключиться с тех неприятностей на что-то созидающее. Но будет нелегко. И именно это приведёт вас к переменам. Карта мир, она вообще всегда говорит о переменах к лучшему, о начале чего-то нового. Это часто бывает, знаете как, это бывает и рождение, и смерть. Это бывает и свадьба, и развод. Но это всегда перемены, это всегда перемены. Что именно лично у вас будет, мы смогли бы посмотреть только лишь в личном прогнозе. Я сейчас могу говорить лишь только общие вещи. Но карты выпавшие случайно, случайно не выпадают. Всегда это бывает нам подсказки. И нам карты говорят о том, что вам нужно переключиться. Мы рассмотрели вариант того, что у вас проблемы в семье, например, в отношениях точнее, и рекомендуем переключиться на работу. Точно так же, если у вас какие-то проблемы на работе, если вы понимаете, что что-то не складывается, возможно, у вас за спиной плетут интриги. Может быть такое по этим картам. И вы, что бы вы сейчас ни делали, вы можете не получить того результата, который вам нужен. Потому что вы будете плыть куда-то, а вам будут мешать, вам будут препятствовать. Вы будете думать, что вы делаете всё правильно, а у вас за спиной посмеиваются над вами. Поэтому, если вы понимаете, что не ладится именно на работе, то тут лучше всего тоже переключиться, но куда? Ну, так же, либо на отношения, да, уделить тому внимание, либо переключиться на момент, не, как бы это сказать, не доказывать людям, что вы достойны, что вы правы, что вы вот молодец, что вы там знаете, как правильно делать. Не надо доказывать, если вы, как сказать, сталкиваетесь со стеной непонимания, да, займитесь на это время прокачиванием своих личностных качеств, своих профессиональных качеств. Не тому, что нужно именно этой организации, этому начальнику или этому коллеге, нет, не этим людям сейчас, а то, что нужно именно вам, то, что вам в любом случае пригодится. Останетесь вы на этой работе, или вы не останетесь, займитесь своим личностным ростом, прокачиванием своих профессиональных способностей. Но сейчас вам здесь не нужно никому доказывать, что вы правы, что вы молодец, что вы точно знаете, как нужно, неважно, о чём идёт речь. Может быть, у вас случился конфликт с приятелями, с друзьями, и вы пытаетесь доказать, что вы правы. Нет, нужно сейчас уйти в другое, потому что должно пройти время для того, чтобы вы должны узнать какую-то информацию, прежде чем плыть туда, прежде чем туда идти, прежде чем там чего-то добиваться, потому что незнание этой информации может весь ваш труд обнулить просто. Вот такой вам прогноз, дорогие мои друзья, на эту неделю. Я надеюсь, что вы самое важное вычленили для себя из моих слов и сделаете всё с максимальной пользой для себя. Вот так вам нужно на этой неделе, вот так. Никому ничего не доказываем, включаем здоровый эгоизм и трудимся всю неделю на благо себя лично. Но, конечно, не надо никому вредить, это само собой. Но для других людей стараться на этой неделе тоже не стоит. Думайте о себе и трудитесь на благо себя, своей жизни. Вот такой вам прогноз. Желаю вам удачи, сил, терпения и трезвых мыслей. Всем пока!